Приветствую вас на своем канале Notrial Fishing Сегодня хочу вам рассказать как вязать поплавковую снасть для ловли на живца Для этого нам нужно поплавок винилки, груз поводковая леска крючок ну и так поплавки используются разные лучше конечно брать тяжелые поплавки, но я сегодня буду использовать поплавок весом 6 грамм Так, сначала нужно закрепить на нашей основной леске винил закрепляем так, есть берем наш поплавок тоже сначала верхний ну и сверху для большей фиксации так, как видите наш поплавок зафиксирован можно использовать различные грузы то есть круглые, зажимные вот эти что продаются тоже зажимные но я буду использовать вот такую оливку сквозную ее можно найти в любом рыбацком магазине так как поплавок на 6 грамм я буду использовать оливку весом 3,5 грамма мы видим, что для того, чтобы сделать плавающий груз я вот покажу, как нам нужно продеть продеваем леску продеваем один раз леску с той же стороны, где мы продевали продеваем еще раз то есть получается у нас одна петля но этого нам мало для того, чтобы грузило держалось хорошо продеваем еще раз то есть получается двойная петля вот с одной стороны леска и с другой то есть грузило ходит но тяжеловато это нам хорошо для того, чтобы отмерять длину поводка так, теперь следующее это мы надо измерить как устойчивый у нас будет поплавок с грузилом для этого я приготовил ведро с водой вот поплавок стоит, как вы видите, хорошо теперь начнем вязать поводок для этого нам нужен крючок для ловли наживца не обязательно использовать большой крючок с меньшим крючком в зависимости от того, какого размера вы крючок возьмете будет зависеть время, которое надо будет отделять так называемая пауза при поклевке если крючок маленький, пауза будет длиться не очень долго чем больше крючок, тем дольше должна длиться пауза берем леску у меня леска 0,18, но вы можете использовать в зависимости от размера хищника, который вы ловите вы уже выбираете толщину своей лески то есть леску я буду вязать стандартным узлом продеваем ушко, делаем петлю обкручиваем леску вокруг севья несколько раз я буду делать раз пять может даже больше и потом в оставшуюся петлю продеваем леску получается аккуратненький узелок, самозатягивающийся как видите, крючки острые вот загнал только что палец это, кстати, хорошая примета загнать крючок в палец это значит, что будет хороший улов отрезаем лишнюю леску получается вот такой узелок отличный длину поводка я выбираю от размера живца если живец очень большой я ставлю поводок покороче если живец маленький, можно ставить поводок подлиннее для того, чтобы закрепить поводок нам нужно его привязать к основной леске наша основная леска, как видите, грузок не очень свободна, но ходит для этого я буду использовать самозатягивающийся узел вот, как видите, нахлёст лески со шнуром беру на палец, надеваю делаю двойную петлю провожу туда кончик лески раз два затягиваю но это еще не все теперь оборачиваем другой стороной и делаем основной леской тоже самое то есть делаем палец ставим делаем двойную петлю снимаем петлю и два раза в эту двойную петлю еще продеваем кончик как видите, у нас получилось два узла если мы потянем они самозатягиваются и получается узел не очень большой его малозаметно и он хорошо держится на шнуру на леске обрезаем лишнее наш узел потом мы можно опалить, только аккуратно я заворачиваю и когда будем окунать шнур сам уложится для того, чтобы регулировать длину поводка мы будем использовать плавающий груз еще немаловажно использовать бусинку ну смотря от какого веса жирца вы будете использовать при ловле на мелкого жирца как я буду ловить покажу вам в следующем видео я буду использовать груз весом 0,2 грамма то есть это очень маленький вес я поставлю его на поводок для чего это делается это делается для того, чтобы жирец не мог подняться в район поплавка то есть у нас двойная огрузка получается то есть жирец сможет подняться вот только на такое расстояние поднимая груз он будет чувствовать сопротивление просто будет держаться у дна тоже важно сделать глубину такую, чтобы жирец не смог тронуть дно, потому что он будет искать себе камни коряги в которые будет заплывать искать себе место укромное ну и естественно мы будем просто зацепляться для этого мы измеряем глубину изначально и делаем сантиметров 5-7 можно 10 над поверхностью дна ну вот и все оснастка нашей удочки завершена основной груз погрузочный груз и все смотрите в следующем видео смотрите в следующем видео я вам покажу как ловить на живца расскажу как лучше забрасывать подписывайтесь ставьте лайки комментируйте вносите свои предложения спасибо Продолжение следует...